Мистик Юрий Мамлеев. Этот дворик расположен на окраине Москвы, на узенькой деревянно-зелёной улочке, которая сама кажется маленьким отрешённым городком. Из видка по ней проносится бог весть откуда и куда пыльный громыхающий грузовик. На дворике под серым изрезанным ножами-клёном приютился тихий, уютно-грязненький уголочек с деревянным покосившимся столом и скамейками. Летним вечером, когда с нависающих крыш и чердаков двухэтажных дворовых домиков сыплются пени и виск котов, в уголочек тихо и достойно себе направляется Паша, здоровый сорокалетний мужчина с отвислым, как губы, животом. Здесь, собрав народ, он, не торопясь, обстоятельно начинает свой длинный, смачный рассказ о загробной жизни, о том, как он побывал на том свете. Слушайте, вы приходите издалека, даже с соседских улиц. Некоторые приносят с собой миски с едой, платки, располагаясь прямо на траве. Одна грудастая женщина приходит сюда с годовалым ребёнком на руках и, несмотря на то, что он вечно спит, всегда поворачивается лицом к рассказчику. Рассказывает Паша, обычно полуголый, в одной майке и штанах, так что видна его волосатая щетинистая грудь. С кармана вечно торчит сухая вобла. Его ближайшие поклонники, два-три инвалида, сухонькая старушка в пионерском галстуке, угрюмый, наблюдательный рабочий. Цепочкой сидят около него, оттеснив остальных. Какой-то очень рациональный старичок в очках что-то записывает в клочки лохматых комковидных бумаг. Только перед самым началом из окна ближайшего дома появляется томная худенькая фигурка Лидочки. Местные дворовые проститутки и самые первые почитательницы Пашиных загробных рассказов. У нее странное, забрызганное ни то грязи, ни то мочой платье, томительное и точно ищущие божество в небе глаза и пыльный детский, из придорожных усталых ромашек венок на голове. Паша оборачивает к ней свою грузную, отяжелевшую от дум голову и губами манит ее. Во весь плеск своих девятнадцати лет Лидочка бежит к Паше. Местные, угрюмые, толстые, как лепешки женщины уже привыкли к ней, и несмотря на то, что она гуляет с их мужьями, задушевно и глубоко любят ее. Любят потому, что мужья будут все равно изменять им, или даже спать, собственно, тенью, как длинный лопоухий мужик со второго этажа. А если бы не Лидочка и ее романы, женщинам не о чем было бы говорить длинными пятнистыми вечерами. Ведь кроме загробных рассказов Паши, единственной отдушиной местных баб были их долгие, крикливые разговоры о похождениях Лидочки. Эти разговоры чаще начинала та женщина, чей муж в данное время гулял с Лидочкой. И она обстоятельно, подробно, с увлечением рассказывала, сколько денег пропил ее муж с Лидкой, сколько кастрюль ей подарил, сколько гвоздей. Это было очень интересно. Поэтому женщины принимали Лидочку. Лидочка пробиралась между скамеек и ложилась обычно на землю у ног Паши, лицом к небу. После проституции любимым занятием было глядеть на далекие облачка в небесах. Тогда Паша, откашлившись, начинал говорить. Сначала от стеснительности себе в руку, а потом все громче и громче. Дело это было в аккурат под пятницу. По ошибке я попал на тот свет. Потом ошибку признали. И я вынырнул обратно. В этот момент Паша осторожно вынимал из штанов вяленую в облу и начинал ее понемножечку обнюхивать. «Интереснейшая вам скажу эта страна. Загробный мир!» Продолжал он. «Все там не так, как у нас». Сначала я было перепугался, как дитя неразумное пешал, не зная, шо делать. Плохо там. Со всех сторон куда не пойдешь. Яма большая такая, как Млечный Путь, с которого бока не сойди, и все по краю ходишь. Но потом ничего, припопривык. Но шот баб-то, девоньки? Ни-ни, потому шо не с кем. Все там вроде как бы воздушное, но любить можно кого хошь, потому шо любят там за разговорами. Если кто друг в дружку влюблен, то просто сидят и цельными временами разговаривают между собою всякую всячину. Вот и вся любовь. И некоторые говорят, что лучше, чем у нас. В этом месте обычной окружающей Пашу-бабенки старушки охают и начинают... У-у-у-у-жасте! Все время повторяет сухонькая старушка в пионерском галстуке. Если кто уж очень сильно трескается, оживляется Паша, то на это пузырь есть. Из глаз любящих он отпучковывается и поглощает их в единый колобок. Но там они все равно в отдалении, по-духовному, только от остальных пузырей огорожены. Вдруг глаза Паши заливаются звериной тоской, и он начинает поспешно кусать в облу. «Ты что, Паша?» — робко спрашивает его. «Друга я там потерял, другу, друга потерял!» Пусто ворчит он в ответ. «Только во сне иногда мне не является. Дело было так. Захотел я первым шагом, как, туда попал, попанию с мумани разыскать и деда. Но куда там людей, видимо-невидимо, и не поймешь. Не то светло, не то темень. Луны, солнышко и звезд — ничего нет. Только яма везде увлекает. Ну, вестимо загрустил я. Даже повеситься захотел. Бредешь, бредешь, и все по людям, и все мимо людей. А куда бредешь, не поймешь, как среди рыб. Но тут подвернулся мне толстый хороший мужчина. Ентим, вавилонянином, оказался. По профессии банщиком. Пять тысяч лет назад помер. Очень он мне чу-то обрадовался. Заскакал таки от радости. Вот ушли мы с ним куда-то вверх. Завели разговоры. Рассказал он мне, как помер. А помер он от цырульника. Был на плохо топор, был для битья. Вот от ентого дела он и скончался. На дворе становилось тихо-тихо, как на собрании при объявлении крутых мер. И так продолжается час-полтора. Иногда только какая-нибудь старушка отгонит нахального мальчишку. Наконец, Паша кончает. Первый встает Лидочка. Ее глаза полны слез. Она поправляет венок у себя на голове. Берет Пашу за руку. Единственный, кому Лида отдается бесплатно, это Паша. Слезинки на Лидочкиных глазах – это маленькие хрусталики, прокладывающие путь к сердцам Паши и высших существ. Тогда все успокаиваются. Лидочка берет гитару и, севшись на стол, поет блатные песни. Наконец, начинает темнеть. Первыми уходят Паша с Лидочкой. Они идут в обнинку. Без нога переваливающийся пузатый мужчина и худенькая стройная девочка в обмоченном платье. Старушки смотрят им след. Им кажется, что над лидиным венком из усталых ромашек пыла тихая, затаённая сиянь. «Святая!» – часто говорят они про неё. Лидочка любит Пашу и его рассказы. Правда, однажды она обокрала его на пустяковый денежно, на дорогой для Паши предмет. Старую нелепую чашку, оставшуюся ему от деда. Но Лидичке так хотелось купить себе новые туфли, а не хватало нескольких рублей. Все наблюдают, как они исчезают в тёмной дыре подвала. Исчезают, прижавшись друг к другу, как листья одного и того же дерева. Потом расходятся остальные. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.